Радиокнига памяти Александр Алексеевич, здравствуйте И компанию всем нам составляет еще и Сергей Маликов Директор по эксплуатации автомобильного транспорта холдинга движения Здравствуйте Мы договорились, что вы по очереди будете каждый вспоминать то, с чего начинали свою работу В рамках нынешнего холдинга, как это все развивалось, какие цели ставились Александр Алексеевич, вам право первым начать Вспоминайте, в какую дату мы переносимся сейчас 90-й год Ровно на 30 лет назад Да, в 90-м году я до этого работал в управлении строительства СМУ-9 мастером В Чепецке, соответственно В Кирово-Чепецке Ну, может быть, это и звучит не очень хорошо, но в любом случае зарплата не удовлетворяла на тот момент И тогда и многие сейчас Да, в 90-е годы начались кооперативы И тогда дело, кооперативы это еще кооперативы Но, в принципе, мы собирались идти на работу на шабашку Шабашка, это как договорились на объем выполненных работ Сумма есть, озвучили, сделали, чем быстрее, тем больше заработали Себя надо кормить, себе надо кормить И брались за любую работу В марте месяц мы повстречались с Киселевым Сергеем Николаевичем Это сейчас Сергей Николаевич, да, Сережа был И встретились он Так, поедем в Верховино Там нужно строить сельсовет Здание местной администрации Да Сельсовет и дом Жилой дом двухквартирный для школы Эти два объекта мы строим по смете Для Верховенского колхоза мы строим два склада Напомните место расположения Верховино Верховино-Юрьянский район И вот туда мы выехали 29 апреля на двух машинах В одной машине был я из польских Сергей Потом он у вас появится На другой Киселев и Шунин Владимир Выехали на следующий день 1 мая Я соврал, 30 апреля 30 вы выехали День 1 мая приехал к нам Мамаев Геннадий Он у нас на тот А, Киселев тогда сказал Директором буду я Руководить всеми процессами Директором буду я Все Гена Мамаев у нас был бригадиром Вот мы сезон работали Строили сельсовет Построили Построили жилой дом Костяк у нас оставался практически один и тот же Да, отпускники приезжали У нас поработают там на месяц меньше И уезжали Шабашники, да? Шабашники Как называем их обычно Построили склады И работали на почту Строили в Юрье Вот это первый сезон мы отработали Отработали мы хорошо Киселев как сказал Этот сезон работаем На следующий сезон Объектов берем И каждому из вас Будет по бригаде То есть вы уже будете руководить, да? Практически он свое слово сдержал Ну, зарплаты-то тогда не обиду Довольно остались На тот момент была очень хорошая Замечательно И вот Лето мы отработали Закончилось у нас Уже с мухами закончились сезон Зимой Работа была на нефтебазе На Кирово-Чепецкой Может быть с того времени У него и завязались отношения С директором Кирово-Чепецкой нефтебазы Угу На следующий год Мы выехали Я уехал в Верховино Обратно туда же Продолжать объекты строительства Да, не продолжать Там новые Потому что мы закончили по прошлому году объекты Выехали на следующий год Кондитерской фабрике Строить жилой дом Строить контору Для кондитерской фабрики Склад Отработали сезон Мы хорошо Володя Шуни Это еще один бригадир стал Они уехали в Великорецкое Юрьянского района Они там несколько лет Строили дома Программа 50 тогда была И жилые дома строили Гена Мамаев уехал По-моему, в Низово Есть Фаленский район Если не имеют память Там строить школу В общем-то, раскидало Уже тогда у нас началось Что мы построить Поехали по всему району По Кирово-Чепецкому И даже за район А, по области получилось, да? Если не соврестно Ну, а когда уже ближе Современная компания Движение-то начала Оформляться? А, движение Начало в 90-м году Вначале мы работали В МРА Монтажно-рекламное агентство До октября месяца У нас, по-моему, 30 октября День Сентября 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 30-й 30-го сентября У нас организовалось Вот уже Ушли из этого Из Прометея Вначале это под Прометеем Были Под комсомольской организацией И там как бы МРА было А вот уже В сентябре месяца Организовалось предприятие Движение И первый год мы работали В движении Вернее, три года мы работали Движение было Что тогда непосредственно На ваши обязанности входило? Полностью Ну, практически, если честно сказать Все Вот у тебя есть Ну, например, перечислите Что было сделано А, что мы построили На первых этапах На первых этапах В начале 90-х 90-й год я сказал Мы что построили Лично 91-й год Построил Контора Проходная Контора Жилой дом Склад Это Верховина Кондитерской фабрики На следующий год Переезжал в Юрью В Юрье Построено И Верховина Один жилой дом Еще построил Это на следующий На следующий уже 92-й год Да, получается В Юрье Построено Раз Два Три Четыре Пять Жилых домов Двухквартирных Кстати Интересовались Они сейчас Все нормально Все хорошо Все хорошо Люди живут Все живут Нормально И люди и тогда Говорили нам Большое спасибо А строительство АЗС Когда на горизонте Такая задача А вот уже Строительство АЗС У нас В 93-м году По-моему Да Мы Движение Тогда Киров нефтепродукт Расформировался Как бы Лукоил образовался И 12 заправок Отдали Движение Ю И вот тогда На первом этапе Шли Заправки строиться Мы стали позже Примерно Год 98-й Наверное Первую В 98-м Мы в Проснице Сергей Генрихович Напоминают В Проснице Первая заправка Была построена Имеется ввиду Построена с нуля С нуля Полностью Потому что Сергей Николаевич Когда мы с ним беседовали Он рассказывал О заправке на Ленина 190 Это Заправка в Чижа Да-да-да В Чижа Она была Там Я так понял Она там была Она просто была Переделана Ее не переделывали Там не реконструкция Ее строили Ту заправку Ту заправку строили И ее не могли доделать И ее Купил Киселев Ее купили И вот тогда Ту заправку Просто ее Как бы отделка Доделывали И ее все Вводили Вводили В эксплуатацию Но это была Первая Которая Она Не с ноля Была Она была построена А вот уже Остальные Просницкая заправка Она у нас Шла С ноля На чистом месте Была построена Даже Сами документацию Разрабатывали Ее строил Там Шуни В Володе Он сейчас В Москве Его Так что Здесь не найдется А потом Володя строил В Нововятске Следующая заправка У нас пошла В Нововятске И я строил В Суне Заправку Которая и по сей день Собственно Там находится Да Постоянно До сих пор Работает Потом у меня Правда Был небольшой Перерыв Я заправки Не строил Я работал Директором Движения СТО А потом Обратно Перешел Строил Заправку Последняя Последняя Моя заправка Была Которую Я строил В Уржуме В Уржуме Вряд ли Малмышский Наверное Уржум Нет Если Уржум То иранский трак Там заправка Уржум Иранский трак Называется Дорога Казанский В Уржуме Так ее называют Да Не знаю Хорошо Когда было Получается Упомянутую заправку Это уже 2000 Были Да 2000 2003 год Она по-моему С каким ощущением Все равно Сейчас ездите По области Легкие Нет Я имею ввиду Вот сейчас В настоящее время Когда заезжаете На ту заправку Или проезжаете Рядом Которую строили Какие ощущения Испытываете В душе В душе Да Ностальгия Все-таки просыпается Это часть Своей жизни Она в любом случае Будет ностальгией И суть-то Заключается в том Даже если мы берем Первые года Первый год работали Представьте Молодые парни По 30 40 лет нету Там моложе Наверное Самый старый был я Да вы сейчас Отлично выглядите Какой вы старый 59 лет Ну что Ребят Нет Нет Я иск Вообще Я считаю Что Современных Мужчин Надо уважать Холить И лелеять Да Да Поэтому Отработали мы Вот Понимаете С душой Легко Работалось Может быть Потому что Бригада Собиралась Когда первая Бригада Собрана была Киселевым Это Киселев Собрал Там у нас Были Все люди С высшим Образованием Да Он упоминал Об этом Средней химичности Да Поэтому Там было В этих ситуациях Легко работать У каждого Есть свои мысли Он приносит Свои идеи И когда Мы вечером Собрались После работы Как будем Дальше делать Обсуждать Там есть Кому Вносить предложения И выбирать Лучше Поэтому И строилось Легко И быстро И удобно Сергей Генрихович Вам Задача Сейчас В ближайшие Пять минут Уложить Все свои Воспоминания Потому что Время Это быстро Идет Я напоминаю Что это Сергей Маликов Директор По эксплуатации Автомобильного Транспорта Холдинга Движения Давайте Вы Когда начинали Свою трудовую Деятельность Я начал Трудовую Деятельность В 1998 Году После Увольнения Из армии На пенсию Вышел То есть Вы профессиональные Военные были Да Майор запасом Майор запасом Вот в 1998 Году Вы пришли Да Так вот Судьба Сложилась Так что Моя сестра Это же Сергей Кисюлева И вот он Говорит Давай Иди ко мне Работать Пришел И все 17 августа Был Исключен Из списка В части 18 числа Я уже был На работе Все И придется С песней А вы прям Сразу На должность Начальника Пришли Нет Я был водителем Обычным водителем Да У нас целая династия У меня отец С самого начала Саша В курсе Только начиналось Движение Еще на своем Москве Начинал Движение Движение И так далее Вот А потом Значит Когда Наверное В 93-м году Первый бензовоз У нас появился ГАЗ-53 Это еще до вашего Прихода Да А сейчас Мобилисты Представляют Как выглядят Фирменные бензовозы Движение То есть фирменная символика Это Вот я сейчас Не могу припомнить Марку По-моему Какая-то иномарка Сейчас А сейчас У нас Маны Мерседес Да-да-да Импорт Тягачи Спецтехника Была прекрасная Сейчас Ну она уже устроила Тихонечко Ее реализуем И необходимости В этом не стала Содержать Сейчас в основном Вот это Функции И Еврофоры Еврофоры У нас Самая дальняя точка Ходила до Якутска О Да Хабаровск Якутск Красноярск Чита Барновол Это Барновол Как С Чепецка В Киров Съездить А сколько водителей В настоящую время Трудится На сегодняшний день 85 человек Только в этом Движении Транстрой Который раньше Занимался им Было 95 Только водителей Бензовоза Было у меня За 100 человек Потом Необходимо Стало То есть Пропало В таком количестве Потому что Мы уже стали Более крупные Машины Покупать Которые Более эффективно Работают А так На предприятии Целой династии Эти Братья Злобины Четыре человека И все водители Все водители Один тракторист Он с Кирова Пришел С ПМК И до сих пор Кировец С 70-х годов Он живой Работает Потому что Он в одних руках По отношению Людей Конечно Старые закалки Он такой Мощный Ответственный Сейчас Очень много Молодежи Присмотр Очень Строгий Нужен Потому что Надо смотреть За ними Уже не та подготовка Контролировать Человек Контролировать Вот на ваш взгляд Что изменилось За эти годы За то время С момента Когда вы начинали работать Люди изменились Технологии Что изменилось Вот каждый Чтобы вы высказались Технологии Вот у нас По технике Однозначно Изменились Это сейчас В машине Как в космическом корабле Раньше И откатиться назад Уже нельзя Потому что Требование времени Выпил Какое-то повесить Сейчас Этого Видео Глонассы Тахограф Тахограф Тьмать Мощи Ну все-таки Ну Цивилизация все-таки Совершенствуется Она идет вперед Отставать нельзя И сейчас Требования Заказчиков Лукой Газпром Сейчас с Газпромом Начали работать Уже Часть У них Требования Очень жесткие Обязательно То есть Они слезят За нашими машинами Постоянно Вот И куда-то Уехать Там Или еще что-то Нет Боже упаси То есть Суть В том числе Вашей работы Заключается в том Что нужно соответствовать Высоким стандартам Которые предъявляются В настоящее время И Шагу назад Ни в коем случае Нельзя делать Буквально несколько секунд Остается Хотелось бы Чтобы каждый из вас Высказался В адрес своих коллег С поздравлениями Все-таки 40 лет Довольно солидная дата Давайте Сергей Генрихович От своего имени Хочу поздравить Весь коллектив Движения Нефтепродукт Холдинговая компания Желаю всем здоровья Счастья Радости в жизни Дальнейших успехов В самый трудный момент Не вешать нос А только быть оптимистом И все будет хорошо Александр Алексеевич Присоединитесь Поближе пожалуйста В полне согласен С этим поздравлением Желаю всем Всем работникам Движения Нефтепродукт До успехов в работе И быть дружным коллективом Быть Переживать за свой коллектив Который приносит В любом случае И морально И материальное удовлетворение Материальная сторона у нас На данный момент Является все-таки основной Спасибо Александр Огородов И Сергей Маликов Успехов вам в вашей работе Безусловно Всего доброго До свидания Спасибо До свидания Радиокнига памяти Радиокнига памяти Радиокнига памяти